Добрый вечер! Вячеслав Кульчицкий, обозреватель издания «Спортэкспресс». Здравствуйте, Вячеслав! Здравствуйте! Еще один мой коллега, все мои коллеги здесь, Дмитрий Богомолов. Рад вас видеть, Дмитрий. Тем более, мы не так давно виделись в другом помещении. Спасибо, взаимно! У нас по традиции прямой эфир интерактивен. Я сначала объявлю номер прямого эфира. 0482 Код Одессы. 349258. Звоните, если вам есть что сказать по теме нашей сборной многострадальной, которая сегодня играет с командой Косова, а через три дня завершает цикл домашней игрой с хорватами. Ну и отвечаем сегодня на вопрос. Вопрос звучит так. Футбольная сборная вне политики? Если вы с этим утверждением согласны, звоните по телефону 784-8081. А если вы не согласны с этим утверждением, то звоните по телефону 784-8082. Можно приступить к обсуждению главной темы сегодняшнего дня и ближайших трех дней. Вопрос такой, коллеги. Нужно ли убиваться в этих двух играх сборной нашей страны, чтобы завоевывать первое место и ехать на чемпионат мира, когда позиция многих немножко противоположна? Общественное мнение диктует немного другую позицию. Ленит, как вы считаете? Ну я уверен, что нужно. То есть сначала нужно выиграть эти два матча, занять то место, которое получится в цифренном эквиваленте занять. А дальше уже, наверное, должна решать Федерация футбола Украины, политики, не знаю кто там еще. Но если уже начали дело, начали отбор, то уже нужно его заканчивать и бороться до последнего. То есть сражаться за честь страны, по крайней мере, ни Косова, ни Хорватия не виноваты в том, что Украины военные отношения с Россией, агрессия. И как раз вот с этими командами Украина должна сыграть четко, должна сыграть справедливо, вот как вот только может на футбольном поле. То есть без всяких там политических подтекстов. То есть Хорваты и Косовары не знают о том, что у нас тут такая ситуация, грубо говоря. И они не должны каким-то образом выигрывать от этого. То есть надо обыграть Косово, обыграть Хорватию, а потом уже смотреть. Ехать, не ехать уже второй вопрос. Вячеслав, получится ли на время этих двух матчей абстрагироваться от того, что вот вокруг витает атмосфера, вокруг этого поединка, у наших игроков и тренеров? Я думаю, что Украина еще до начала отборочного цикла абстрагировалась от этого. И она будет абстрагирована и до его завершения. Я не думаю, что вступая в борьбу с соперниками сборной Украины вообще какие-то политические моменты учитывала. Футболисты играют за свой престиж, за престиж своей страны, за свой имидж. Если хотите, делают себе имя для того, чтобы где-то трудоустроиться в хороших зарубежных клубах. И свежий тому пример Ярмоленко чуть раньше, и Коноплянка, и вообще группа футболистов, которые в последнее время уехали в Бельгию, в Турцию. Это тоже продолжение этой же череды хороших переходов. Поэтому тут задача совершенно другая, не политическая. Дмитрий, вот ваш коллега сказал, что сборная должна выиграть, а там уже Федерация решит. Только ли Федерация имеет право решающего голоса? Может быть, футболисты как-то выберут себе старшего, главного, тоже коллективное мнение сообразит? Во-первых, полностью согласен с коллегами. Во-вторых, я просто убежден, что любые спекуляции на эту тему и попытки связать футбол с политикой, и письма фанатов в адрес Федерации, и обращенные к болельщикам, чтобы они не приходили на матч с Хорватией домашней. Это является полностью некорректно в данном случае, потому что футбол, он обязан быть вне политики. Это игра, это то, что нас собирают вместе на стадионе. А вот обсуждение о том, что Марлос, его натурализовали, и это неправильно. Это вообще, мне кажется, как расизм можно рассматривать. Это смешно вообще, на самом деле. Марлос прожил больше пяти лет в стране, имеет законные основания. Извините, у нас прописано все в Конституции, есть соответствующие законы, которые разрешают этому человеку стать полноценным гражданином Украины. Допустим, как программист, который прошел пять лет, да, или там какой-то барист, или сотрудник там завода, который... Или губернатор области. Не имеет значения. Если человек прожил пять лет, да, то... Но мы сейчас больше, конечно, говорим, кстати, вот вы, Дмитрий, поняли тему болельщиков. Голос болельщиков в этой ситуации, он должен быть каким-то образом услышан? Диалог, может быть, или нет, какой-то должен быть с нашими активными фанами? Ну, понимаете, есть болельщики, а есть ультрас. Это разные люди, это разные личности, и у них разные позиции. То есть настоящий болельщик будет болеть за свою команду в любом случае. Будет она вторым составом играть, третьим, пятым, десятым. С кем она будет играть, где она будет играть, без разницы. Я болею за сборную Украины, я буду за нее болеть в любом матче, на любой территории. В России, в Антарктиде, в Австралии, где угодно. То есть ультрас, они все-таки меньше футболом увлекаются. То есть вот эти фанаты киевского Динамо, которых невозможно назвать хорошими болельщиками, они как раз вот и хотят, чтобы футбола было меньше. Они взрывают там петарды, они там матчи перед пустыми трибунами Динамо постоянно играет. И в Одессе здесь на беды курили. То есть они не смотрят сам футбол, им это неинтересно. Им интересно вот околофутбольные эти все моменты. Но, конечно, они другая позиция. Они не хотят Марлоса, они хотят, чтобы она все были с окончанием на Йенко, как они часто это говорили. Или на Лук. Да, ну или на Лук. И не ехать в Россию. То есть и не ехать в Россию. Ну и естественно не ехать. Чтобы сборная не ехала в Россию, это разные немножко вещи. Естественно не ехать в Россию. Неизвестно, а вот чтобы вот 23 человека плюс тренерский штаб и обслуживающий персонал ни в коем случае не пересекали границы Хутора Михайловского. Да, ну к сожалению, да. Такое есть. И как бы есть процент людей, которые действительно считают, что не нужно это делать. И как бы, ну это на их совести. То есть тут у нас есть конституция, да, у нас есть право, как бы, никто его не отнимал. Ну на мой взгляд, перед решающими матчами все смешивать в одно со стороны фанатов, это действительно говорит о каком-то политическом вмешательстве. Ведь когда мы говорим о том, что, ну начинаем как болельщики, фанаты Киевского Динамо критиковать попытку, ну приобретение билетов по паспортам и натурализацию футболистов и чемпионат мира в России, и все это перед решающими матчами, но это, по-моему, попытка... То есть искусственное нагнетание на саму опцию. Да, все верно. Вячеслав, вопрос такой, мы все прекрасно понимаем, что век футболиста, он недолг. 15 лет в лучшем случае. Некоторые звезды мирового футбола даже не пощутили на себе, что такое сыграть в чемпионате мира. Возьмем того, что мы район Гиггса. Вспомним 93-й год, ситуацию в российском футболе, то самое знаменитое письмо 14-й, вы должны помнить, когда целая плеяда футболистов в советской школе, игроков сборной России, по политическим мотивам, пусть они были связаны больше с организационными моментами, но тем не менее пропустили, возможно, главный турнир в своей жизни. И больше на чемпионате мира поколение звездное не сыграло. Сейчас вот игроки, которые также на чемпионате мира еще не играли, Коноплянка, Ермоленко, в самом расцвете сил, Пятов уже за 30, в Хачериде, тоже разговоры как-то ведутся. Должны ли понимать люди, которые требуют того, чтобы сборная Украины не ехала, что футболист живет такими моментами? Как довести до умов некоторых особо радикальных настроек? Ну, каждый футболист, во-первых, должен сам для себя решать, что ему нужно в карьере, что не нужно. И отталкиваться от этого. Есть много случаев, когда какая-нибудь топ-звезда могла не поехать на чемпионат мира или на чемпионат Европы, Олимпиаду, либо в составе сборной, либо, может быть, по каким-то своим причинам. Вот сейчас вы, наверное, слышали, как ситуация с Пике, когда он выступил за отсоединение Каталонии от Испании, и что с этого получилось. Вот это его личная позиция, когда получается, что вообще имела огромный резонанс, общественное мнение, и скажу, что не пошла на пользу этот его ход и позиция. Как будет дальше, непонятно. Но сейчас мы говорим о сборной Украины. Которая не так избалована трофеями и турнирами, в отличие от испанцев. Я думаю, так. То, что говорил в самом начале Леонид, насчет того, что сейчас нужно выигрывать оба матча, занимать достойное место в итоговой таблице, а потом, я считаю, будет новый день, будет новая пища. Тут, конечно, очень многое будет зависеть и от федерации футбола, и от каких-то, наверное, коллективных собраний, чтобы решать всем сообща. Может быть, и президент Украины подключится к этому процессу. Все-таки поездка национальной сборной на чемпионат мира, это, ну как, с одной стороны, честь для страны, а с другой стороны, это может быть каким-то таким политическим моментом. Поэтому я думаю, что сейчас все думают о том, как занять первое или второе место, в крайнем случае, а потом уже переноситься в будущее. Но сложно сказать, очень сложно сказать, как правильно в этой ситуации поступить. Но я слышал такие мнения. Многие мои коллеги, знакомые, друзья, футбольные люди говорили, что было бы максимально эффектно занять первое или, к примеру, второе место после плей-офф, выйдя на чемпионат мира, финальную часть. И потом не поехать. То есть показать, что мы можем, но и показать, что мы не хотим. Но не хотим не потому, что мы не хотим и капризной барышни, или еще что-то, а показать просто, что мы не поедем в страну-агрессор, люди, которые приезжают к нам в страну и убивают наших людей. У меня, коллеги, если позволите, телефонный звонок есть. Если вы еще на связи, пожалуйста, мы вас готовы услышать. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Ну, во-первых, вопрос, ехать или не ехать, надо сначала еще занять первое место. Да, коллеги об этом и говорят. А второе, ну, я считаю, что надо ехать. Ну, так давайте никакие наши спортсмены не будут ехать. По-моему, играют наши теннисисты в России, другие виды спорта. Я понимаю, что чемпионат мира по футболу не сравним с другими видами спорта, но другие спортсмены выступают все-таки в России и защищают честь нашей страны. Спасибо вам. Спасибо вам за мнение. Более того, защищают честь, не так давно защищали честь украинских клубов и играют в России многие футболисты. Взять пример того же Олега Данченко, который не так давно отвечался забитым мячом за футбольный клуб НЖ, забив ворота питерского «Зенита». Но мы должны не забывать еще один такой важный факт, как реакция мировой футбольной общественности. Если, вот как вы говорите, Вячеслав, сборная Украины займет первое место в группе, а потом не поедет, возможно, дисциплинарные санкции, дисквалификация. Украинский футбол, который и так сейчас, в таком, скажем так, пограничном состоянии, может трухнуть очень глубоко, если вдруг что-то чиновникам из ФИФА не понравится. Я не думаю, что могут быть дисциплинарные санкции. Это волеизъявление конкретной сборной. ФИФА и УФА прекрасно знают о ситуации, в которой оказалась Украина после вторжения России. Прекрасно знают. И они прекрасно понимают, что есть еще человеческий фактор, который никто не отменял. И поэтому, если Украина изъявит желание не поехать, то я думаю, что чиновники из ФИФА не настолько глупые люди, чтобы не войти в ситуацию. Я могу вспомнить, как в 80-м году ряд стран бойкотировали Московскую Олимпиаду. Более того, в 84-м году на Олимпиаду не поехала сборная Советского Союза, Союза Олимпийская по футболу. Тоже по той же причине. Никто никаких штрафных санкций не применял. Все понимали, что это личное мнение. Поэтому я не думаю, что ФИФА предъявит какие-то санкции. Вопрос немного касаемый самого спортивной составляющей. Дмитрий, мы говорим о том, что сборная должна побеждать. Есть ли кем побеждать в двух матчах? Косово и сборную Хорватии, прежде всего. Я считаю, что не победить сегодня в матче с Косово сборная Украины просто не имеет права, учитывая существенную разницу в классе футболистов. Учитывая, что в составе сборной Косово футболистов из высших эшелонов чемпионатов Европы это в принципе нет. Есть вратарь из серии Б, есть футболисты сборной, которые играют чемпионате Швеции, в Австрии. Здесь даже сравнивать очень сложно. А вот матч с Хорватией, я даже боюсь предположить, как будет развиваться. Все зависит здесь, конечно, от тренерского штаба, от правильных решений, от формы футболистов, от атмосферы в раздевалке, от того, сумеет ли Марлос влиться. Потому что этого футболиста действительно, правильно сказал Бартулович, может быть, недооценивает сейчас сборной Хорватии. Это очень высокого класса футболист, который может стать действительно лидером сборной Украины. Но сумеет ли он влиться в коллектив, учитывая, что он задержался в Киеве, оформляя документы? Вот выйдет ли он сегодня в матче с Косово? Никто не может ответить. Насколько я знаю, как раз он присоединился к сборной. По последней информации, он в сборной присоединился. Он даже не тренировался толком с командой. Он один день не тренировался, когда решал эти вопросы, связанные с оформлением гражданства. А потом он влился. То есть до этого он тренировался 4 дня, по-моему. И после этого, как прилетел обратно в сборную. То есть один день, если выпал, это для футболиста такого уровня, как Марлос. Это не показатель. Бывает, футболист простудился, или ушиб у него какой-то, приложили ему компресс, он один день не тренировался. Но это не значит, что потом он уже будет хныкать, плакать, и я не могу играть. Я думаю, что проблемы в этом абсолютно никакой не будет. Тем более, запас прочности, мастерства Марлоса настолько высок, что даже если бы он на 3 дня выпал бы из обоймы, это бы тоже не сказалось бы. Мне кажется, очень хорошо служился календарь. В том плане, что с Хорватией мы играем именно дома, и именно после выездной игры с Косово. И есть возможность сейчас наиграть какие-то связи за несколько дней, если не использовать ротацию, а тем же составом, более сыгранным, уже сыграть дома. То есть когда мы играли с Турцией на выезде, очень уверенно сыграли последний матч, и после этого уехали в Исландию. Мы играли в Харькове. Да, прошу прощения. Да, я как раз имею в виду, что в Турции дома хороший матч получился, выездной с Исландией провальный. Здесь может быть как раз на контрасте лучше быть. Леонид, есть кем играть и кем выигрывать? Глядя на состав, вы изучили заявку сборной на эти два матча. Шесть очков угадываются в этих фамилиях? Ну, я более чем уверен, что сегодня в любом случае должна быть победа. Причем, если Марлос все-таки полетел, я все-таки прогнозирую его выход во втором тайме. Интересно, как сыграет Шевченко с нападающими, поскольку лично мне кажется, что если выдвинуть Ермоленко в нападение, а слева поставить Коноплянку справа Марлоса, то этот наконечник может в понедельник разносить Хорватию. Тем более, что Хорваты будут в непонятном еще состоянии. В психологическом, физическом все зависит от того, как закончатся матчи, которые сейчас проходят. Какое место Хорватия будет занимать на тот момент. Как Хорватия сыграет без тех людей, которых не будет. Там Николы Калинич или еще нескольких ребят. Тут уже смотреть нужно опять же к понедельнику. Вот видится мне победа над Хорватами. Трудная, тяжелая, зубами, не знаю, чем 1-0. Но все-таки, мне кажется, что будет победа. Ну а сегодня, конечно же, важно, чтобы не было недооценки. Как в первом матче было изначально, так начали хиленько. Косовары сами показали, что все-таки они не мальчики для битья. И вот этот результат 3-0, как бы, ну, он не по игре совершенно. То есть сегодня, я надеюсь, что будет хорошо. Должно вспомнить, да, что домашнюю игру с командой Косова украинцы играли в Кракове, где поддержка была не такой, как изначально рассчитывали. Еще одна была домашняя игра при пустых трибунах. В общем, такой, на самом деле, скособочный какой-то календарь вышел в итоге. Вячеслав, вот вопрос у вас такой. Сборная Украины решающие матчи проводит, по сути, без нападающих. И Артем Бесельдин, и Артем Кровец в своем клубе не получили должной игровой практики. Проблема ли это для сборной, которая может сыграть даже без номинальных нападающих, учитывая нынешние кондиции Ермоленко, Коноплянки и Мороза? Ну, я не думаю, что это серьезная проблема. Раз набирали столько очков до сегодняшнего дня, то я думаю, что в силах сборной продолжить эту хорошую традицию и до окончания отборочного цикла. Ну, а то, что вы сказали насчет Кровца и Беседина, ну что же, наверное, придется Морайса еще натурализовать, чтобы в нападении было кому играть. Но вообще, если серьезно, то вариант, о котором сказал Леонид, о переводе Ермоленко в нападение, и два крайних хава, это Коноплянка и Марлос, это сейчас очень много на эту тему говорят и обговаривается этот треугольник. Да, с одной стороны, это очень такой, кажется, эффектный вариант, но этот эффектный вариант, если использовать в игре с Косово, ну это где-то, знаете, может быть, как масло масляное, значит, чересчур уже перебор большой будет. Но, с другой стороны, это даст возможность, соответственно, подготовиться хорватам, искать противоядие против этого треугольника. Конечно, окажись я или кто-то из моих коллег, кто ратует за такой вот треугольник на месте Шевченко, то наверняка где-то была использована другая тактика вот в игре с Косово и в игре с Хорватией. Но я думаю, что по-любому нужно будет ставить Кравца с Косово, а потом уже по ситуации всегда можно в ходе матча перестроить тактическую схему. То есть, если будет получаться, что необходимость возникнет в нападении, поставить кого-то посерьезнее, поострее, настойчивее, напористее, ну, может быть, тогда попробовать Ярмоленко. Ведь именно Ярмоленко попал в «Динамо» как нападающий, когда его взяли из Чернигово 17-летним парнем. И поэтому, и, кстати, несколько матчей, по-моему, при «Рыброве» он еще играл в нападении и достаточно хорошо выглядел в этой роли. Чувствую, что он как рыба в воде. Ну, и даже если вы заметили, когда Ярмоленко играет на правом фланге, он все время смещается в центр. Тяготеет. И фокура позволяет побороться, головой даже поиграть. Да, то есть это говорит о том, что он его тянет на его родное место, очевидно. Ну, уже другой... Не в Чернигов. А? Не в Чернигов. Не в Чернигов, да. Хочу еще в поддержку мнения Вячеслава вот несколько тезисов. Во-первых, в игре с Косово у нас будет две задачи. Кроме победы, это еще и как можно больше голов забить. Потому что при равенстве это может очень большую роль. Значит, не травмировать никого. И, безусловно, еще играет тот фактор, что у Хорватии тоже не все в порядке. Они в последних матчах много очков растеряли и ощущают сейчас давление. В нашей группе теряли все очки, что интересно. Вот как раз по-своему, да. Но Хорватия именно в последний момент. Они очень долго лидировали. Еще потеряли. Ну, дай бог, чтобы так не получилось. Группа уникальна, на самом деле. Сначала выиграли украинцы и хорваты, потом выиграли турки и исландцы. Украинцы и хорваты проиграли. То есть все выигрывают у всех. Вот это действительно очень важный фактор. И посмотрим, как сегодня финны будут противостоять хорватам. Финны очень тоже в последних матчах и в Усландии забрали очки. А там он будет, успокойтесь. Смотрите, вот вопрос к вам такой, одинаковый вопрос. Тренерский штаб эффективно ли набирает состав? Глядя на заявку, можете ли вы сказать, что это сильнейшие игроки нашего футбола на данный момент? Леонид. Я очень рад, что Андрей Шевченко начал обращать внимание на футболистов из не Динамо и не Шахтера. То есть он дает возможность почувствовать себя сборником, всем ребятам, которые показывают хороший уровень. Тут же Ермоленко, Кеноплянка. Я понял вас. До вызов Караваева, Пердут и еще там некоторые. Кто-то мог подумать, что Фоменко вызовет ребят, которые играют в второстепенного уровня командах чемпионата Украины, например. То есть это были какие-то точные моменты, потому что журналисты возмущались. Но теперь в команде очень много молодежи, и это хорошо. И он не стесняется вводить их в сборную. И я считаю, что как раз хорошая перспектива у этой команды Шевченко. И если будет он также работать, и его иностранные коллеги будут делать нашу сборную современной, все-таки современный футбол должна играть в сборной Украины, а не в тот конца 80-х, начало 90-х. И я думаю, что хорошая перспектива есть у этих ребят. И на чемпионате мира хотелось бы увидеть эту сборную против Бразилии какой-нибудь. Интересно было. Ваше мнение, что вы обязательно. Шевченко весной прошлого года побывал на матче чемпионата Украины во Львове. На матче «Карпат» и «Шахтер». В этом матче очень здорово выглядел Матвиенко. После этого матча Шевченко сразу включил его в число кандидатов. Поставили его в одной из игр. С хорватиями. И очень неплохо отыграл. Он сыграл отлично. Как для дебютанта, как для игрока, который еще в силу своего возраста не имеет определенного опыта. Теперь Матвиенко уже, можно сказать, сформированный игрок сборной. То есть как боевая единица, которая рассматривается без никаких вопросов. То же самое появился сейчас в списке сборников молодой Лукьянчук. Понятно, что у него еще опыта нет. Но сама направленность Шевченко на приглашение молодых игроков показывает, что он доверяет молодежи. Не боится результата, который давлеет над ним. Я думаю, что при правильном подходе к психологическому фактору в команде, эта молодежь будет чувствовать его доверие и будет правильно настраиваться на каждую из игр. И то, что сейчас у нас в сборной как раз тот случай, когда, в принципе, есть по два игрока на каждую позицию, нет такого, что по полтора, где-то там 0,5, говорит о том, что не все так плохо. Ваша позиция, Дмитрий? Мне кажется, не стоит забывать и о том, что где-то отчасти вызов того же Караваева – это вынужденная мера, учитывая травму Будко в последний момент и отсутствие Ракицкого. Но на самом деле желательно, чтобы в обойме сборной было минимум футболистов 30 высокого уровня, чтобы можно было, если выпадают футболисты, которые не попадают в основные составы в своих клубах в Европе, у нас их достаточно много сейчас, таких легионеров внутренних, необходимо иметь тот самый люфт для того, чтобы заменить их футболистами. И здесь очень большая ставка на молодежную сборную. И очень много игроков сейчас молодых, которые могли бы усилить молодежную сборную из состава, но вызываются в главную. Поэтому здесь все зависит на самом деле и от детского футбола, и от юношеского, и от смены поколений, которая вот сейчас начала происходить более наглядно, чем раньше. Мне кажется, сейчас действительно получают шанс больше молодые футболисты. И за это хочется сказать спасибо тренерскому штабу и Андрею Шевченко. Самое время узнать результаты нашего интерактивного голосования. Если они есть, я просил бы коллег вывести их на экран. И мы будем потихоньку заканчивать. А вот уже есть даже данные. И считают, что футбольная сборная вне политики, согласно с этим утверждением, 92% позвонивших телезрителей. Как вы оцениваете цифры? Коротко, вот буквально по 30 секунд. 92% позвонивших считают, что футбольная сборная вне политики. Я уверен, что должно быть именно так. Наши ребята должны ехать в любую страну и играть в футбол. Все остальное пусть решают политики. Вячеслав, прокомментируете цифры 92%. Дозвонившихся считают, что футбольная сборная вне политики. Ну, понятно, что болельщики болеют за спорт и абстрагируются от политических моментов. Я считаю, что нужно выходить на поле каждому футболисту, играть. А уже судьбу дальнейшую будут решать дополнительно. Я считаю, что во главе угла любого спортивного состязания стоит результат и достижение успехов, побед любимой команды. Поэтому в данном случае выйти на чемпионат мира и не поехать, это будет где-то даже неуважение к своим болельщикам. 21.45 сегодня включайте, что вы можете включить, монитор своего компьютера, телевизор, смотрите футбол, болейте за наших. Я благодарю своих коллег за душевную, приятную беседу. Приходите еще, будем обсуждать победы наших футболистов. Спасибо вам. Спасибо. Оставайтесь на репортере, берегите себя, а болейте только футболом. Спасибо.